Благодаря недавним новостям о том, что Сингапур смягчил требования к въезду для вакцинированных иностранцев, рейс-рекордсмен снова стал доступным для пассажиров. Начиная с 19 октября, Сингапур расширяет сетку привитых маршрутов. Она позволяет совершать поездки без карантина между Сингапуром и рядом «безопасных» стран. Уже через неделю в программу будут добавлены США, Канада и европейские Дания, Франция, Италия, Нидерланды, Испания и Великобритания. Отметим, что путешествие из Сингапура в эти страны может быть совершено любым рейсом авиакомпании Singapore Airlines, а вот обратно в Сингапур можно прилететь только специально выделенными «привитыми» рейсами. Авиакомпания обнародовала первоначальное расписание бескарантинных вылетов в Сингапур, и в этом списке присутствует самый длинный беспосадочный перелет в мире. Рейс номер 23 вылетает в Сингапур из Нью-Йоркского аэропорта Кеннеди в 22 часа 30 минут и прибывает два дня спустя в 5 часов 20 минут утра. Обратный рейс 24 из Сингапура вылетает в час 15 минут утра и прибывает в 7 часов 55 минут утра по североамериканскому восточному времени в тот же день. На маршруте работает новейший Airbus A350-900 ULR «Сверхдальний», оснащенный 67 креслами бизнес-класса и 94 креслами премиум-класса эконом-класса. Стоимость перелета в оба конца в настоящее время стартует примерно с 1400 долларов США в премиум-экономии и с 4000 долларов США в бизнес-классе. При этом в премиум-экономическом классе свободных мест полно, а вот купить билет в бизнес не так-то просто. Кроме самого длинного в мире рейса, Сингапур Airlines возобновляют полеты в Канаду после почти 12-летнего перерыва. В понедельник авиакомпания объявила, что добавит в маршрутную сетку маршрут-треугольник Сингапура-Ванкувер-Сиэтл на период зимних каникул с 3 декабря 2021 года по 15 февраля 2022 года, заменив тем самым существующие рейсы из Сингапура в Сиэтл. Несмотря на то, что Сингапур вновь открывается для иностранцев, попасть в страну удастся не всем. Дело в том, что в качестве доказательства полной вакцинации принимаются только карты Smart Health Card, SHC, выпущенные Канадой или США. В общем, как выяснилось, далеко не все используют именно этот цифровой формат. Остальным же опять нужно будет немного подождать, пока Сингапур не ослабит свои правила. Если видео было вам полезным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Сингапур 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 Сингапур